Привет! Берём гаражный эспандер, качаем мышцы и идём на дело. Находим старый велосипед. Из него нам понадобится ниппель. Делаем разминку. Вот это то, что нам надо. Разбираем ниппель. Обрезаем лишнее. Нужно как-то избавиться от резины. Есть самый простой способ. У нас получается вот такой обрезок. Полностью рабочий. Немного его очистим. Примерно вот так. Мне тут баллончиков пустых надавали. Возьмём один из них. Сначала проверим, что он пустой. Дальше возьмём шило. Делаем прокол. Возьмём наждачку и обработаем отверстие. Ну, как-то так. Далее берём керн и молоток. Входит, выходит. Замечательно подходит. Работаем по налаженной схеме. Ортофосфорная кислота. Дальше берём паяльник. 100 ватт. Не меньше. Но не получится. И будем паять. Видите, одна секунда. Также нужно здесь напаять. Как видим, всё хорошенько мы залудили. Можно спаять вместе. Отверстие лучше не затыкать, потому что там ещё осталась горючая смесь. Может рвануть. Далее берём микро-турбо-зажигалку. Кому интересно, на Али я оставлю ссылку в описании. Будем паять. Вот и всё. Из прошлых видео много комментариев было, что у вас не получается запаять. Я вам дам ответ, почему. Если у вас паяльник с таким блестящим соплом, к которому свинец не прилипает, у вас припаять вряд ли что-то получится. Я назвал их паяльник ширпотреб. Паяльник должен быть старого образца. Вот, например, диаметр сопла медного. Обязательно, чтобы оно было медное. Другое паять не будет. 6 мм, это там, по-моему, 60 ватт. Запаять им будет трудновато. Поэтому нам нужно для пайки 100 ваттный паяльник. Здесь диаметр 11 мм. И паяет он хорошо. Чтобы к металлу что-то припаять, нам нужна ортофосфорная кислота. Стоит она недорого, и можно найти в любом строительном магазине. Допустим, никелированный паяльник нагрелся до красна. Свинец к нему не прилипает. И нам нужно запаять вот эту область. Как? Да никак. Это из области фантастики. А паяльник медный. К нему прилип свинец. Он горячий. Мы только дотронулись. И моментально прогрели область. И запаяли. Как паять теми никелированными, не знаю. Пишите в комментарии. Эти паяльники в руки не беру. Только старые. Только классика. Old school. Рулит. Если нам нужно, допустим, припаять какой-то более толстый материал, который нужно быстро прогреть, мы можем подогреть сам материал зажигалкой, чтобы он стал горячий. А потом быстренько паяльником хлоп и припаяли. Разные варианты. Ну, классический паяльник. Он реально рулит. Надо еще 200-ваттный докупить. У меня когда-то был, но сгорел. Что же будем дальше делать? Возьмем концентрат активной пены, которую я использую вот здесь для мойки машины и всего подряд. 100-кубовый шприц. Ну и нальем грамм 40 конденсата. Концентрата, а не конденсата. Дальше нальем 300 грамм простой воды. Я дал 40 миллилитров концентрата и 300 миллилитров водички чистой. Можем это собирать обратно. Придумал, что в кружке заправлять удобнее. Он поставил, шприцом давишь, оно сразу внизу нажмется и никуда не денется. Так удобнее. Далее берем кусочек шланга. Отрезаем от него кусочек. Пропановый баллон. Одеваем шланг. Снимаем отсюда колпачок. Переворачиваем. И заправляем наш баллон. Нажимаем и ждем, пока оно остановится. Нижний баллон перестал булькать, значит он полный. Также, кто не может паять, можно найти кусочек трубочки. Вот этот переходник, он в комплекте со шприцом. И все оно подходит. Мы можем вот таким вариантом нажимать и заправлять. Потом делать, разворачивать, делать вакуум. И потом опять заправлять. Иначе у нас не получится. Это более долгий вариант, но реальный. Лучше всего припаять так быстрее. Потом. Ну что ж, пошли я вам покажу, что у нас получилось. Смотрим по времени, сколько пена продержится. Продолжение следует... 5 минут пена держится. Я ее смою. Ведро воды будет быстрее. Как на пену и просто ведро воды, то результат неплохой. Оно высохло. Диск чистенький, резина могла быть чуть почище. Делал порядки. Нашел вот такой баллон у меня валялся. Пенный очиститель обивки салона. Это не о том. Самое интересное, вот его состав. А внизу пропан-бутан. 5-10%. Вот это то, что я и сделал. Только здесь есть одна фишка. Нельзя выбрасывать, кушать и еще что-то. Они не сделали очень важный значок. Как здесь. Что оно горючее. Здесь нет такого. Сейчас я вам покажу, в чем фишка. Смотрите. Напенели, да? Как вам такой результат? Это этот баллон. Следующий мой баллон, который я изготовил. получился более безопасен. Помыл колесо и коврик. По весу он как был, полный, так и остался. Также я засек, пена держится целых 15 минут. С вот этим пеногенератором пена держится, ну, 2 минуты, может, 3, но не более. И она вся стекает. А за счет пропана она держится много. Также вот этот маленький баллончик, 400 миллилитров. Я возьму вот этот, выбрызгаю, перепаяю. Он все-таки побольше. Будет много пены, хватит надолго. Наверное, вот этим баллоном можно будет всю машину помыть. Условно. Вот этим моем машину. А когда нужно что-то маленькое, достаем вот такой пульверизатор с сеточкой и начинаем пшик-пшик-пшик-пшик. Это занимает больше времени. Если просто брызгать, нету пены. Поэтому решение есть вот это. Шикарная пена. 15 минут она держится и лучше отмывает. Все мы знаем, что пена моет лучше, чем просто набрызгать водой с химией. Специально для вас пойдем помоем экскаватор. Теперь отмывать маленькие вещи одно удовольствие. Также у меня есть еще вот таких 4 баллона из старых видео. Но самое ходовое это синтетическое масло и бензин. Вот эти я использую редко. Вот это что-то разъедает тормозная жидкость и ржавчину. Болтики. Ну и растворитель что-то приклеить. Вот этих два самых ходовых. Бензином мою все, что хочешь. Там пинцетом подержал и прочим. Такой пшик-пшик-пшик и все. И супер. А вот этим мы смазываем разные вещи. Смотрите, как работает масло на пропане. Это масло. Дот-4. Проникнает хорошенько. Ну и бензинчик. Бензин просто пшикает. Я это выкину, чтобы не воняло. Если заправлять воздухом, у нас давление будет высокое, и потом оно оп и упало. Его хватает ненадолго. Потому заправляем пропаном. Пропан в жидкой фазе. Наливаем вовнутрь, там грамм 50. И у нас всегда стабильное давление. Так заправляются все баллончики, которые есть. Они заправлены вот таким газом. За счет этого у нас всегда стабильное давление. До полного пустоты баллона и еще потом остается сам воздух. Вот так оно работает на пропане. Чтобы баллончики с пропаном всегда были полные. У меня вот такой баллон. На Алиэкспрессе купил переходник. Раз. Перевернули баллон. Заправка стоит где-то 5% от стоимости баллона, если его купить просто в новой магазине. Даже покажу вам как происходит заправка. Здесь открыл краник и открываю здесь. Субтитры сделал DimaTorzok баллон полный. Много вопросов, почему у меня баллон вот с такой маленькой резьбой. С завода здесь не было крана, а был такой клапан под специальный механизм. Я его открутил, выкинул. Вот этот кран я случайно, проходя возле барахолки, увидел у дедули и купил его. Не знаю, от чего этот кран, но здесь резьба... Забыл спустить газ со шланга. Воняет. Ладно. Здесь резьба 1,4. Это обычная водопроводная резьба. Я купил вот такую же гайку, муфту. Здесь резьба 1,8. Вот это было в комплекте с вот этим шлангом под обычный баллон. 21 с левой резьбой. Я это открутил, прикрутил к такой муфте и закрутил вот сюда. Вот и всё, что я сделал. Потому оно у меня отличается от других. Также из этой обычной муфты, там внутри стоит резинка, я заправляю вот эти баллончики. Накрутил, заправил. У меня газа вот такого идёт много, потому я их заправляю. Вот. Как-то так. От чего, кстати, краник? Кто знает, напишите. Он латунный, красивый, качественный. От чего? Не знаю. Ещё важная вещь. Современные непеля сделаны из алюминия и покрыты чем-то жёлтым. Но по цвету это видно, что это другой металл. Но когда он уже старый и грязный, берём просто его вот так об бетон царапнули. Если здесь побелело, значит выбросили. Если осталось жёлтое, значит это латунь и то, что нам надо. Либо потом нагреем горелкой, он просто расплавится и развалится. Этот останется целым. Вот для примера вот этот современный алюминиевый. Просто дешёвый материал, алюминий дешевле, чем латунь. Вот и всё. Ещё многие переживают, что химия разъест резинку, бензин, растворитель и прочее. За год ещё ни одну резинку не разъела, и всё рабочее. Я их перезаправлял, и всё окей. Для тех, кто боится, зайдите на шиномонтаж и возьмите себе жманьку новых. Вопрос закрыт. Надеюсь, ответил на все вопросы, которые были в нашумевшем видео. Ссылку оставлю в описании. Также на все товары из Китая всё будет в описании. На этом всё. Спасибо за внимание. Добра. До новых встреч. Пока. Ну и пишите в комментарии. Отвечу на те вопросы, которые упустил. Если таковые остались. Пока.